Привет! Сегодня я расскажу свою историю про переезд в Польшу. Сейчас я войду в кафешку, возьму себе кофеечек и всё подробно расскажу. Так, ну что, я иду на поиски кофейни. Я очень сильно люблю кофе, очень. И заряжаюсь, в принципе, от кофейной чашки. В городе, в котором я жила, была всего лишь одна кофейня, и я посещала её каждый день. Здесь у меня прям свой личный маршрут. Я выискиваю классные кофейни, и обязательно сделаю видео на эту тему с обзором самых прикольных кофейн Данска. Прикольных и вкусных, самое главное. Вот сюда я обычно прихожу, в уголочки под стеклом, и пью кофе. Так, ну в кофейне рассказать не удалось, сейчас всем забыла, что там вообще музыка играет в кофейне, и как бы слушать будет некомфортно. Мой переезд — это самый простой, самый лайтовый и лёгкий переезд, наверное, который только может быть. У меня не было нечестных работодателей, у меня не было кидалово, у меня не было заводов, у меня просто было всё легко. Я из очень маленького городочка на юге Украины, в Николаевской области, с населением где-то 30-35 тысяч, и я всегда хотела оттуда уехать. Почему? Я люблю шумный, большой город, я люблю людей, я люблю какие-то масштабы, движения, и я всегда хотела жить в большом городе. У меня было очень много попыток, я пыталась переехать в Одессу, рассматривала даже Винницу, как бы рассматривала Краков тоже. Но всё это я рассматривала, приезжала, пробовала, в этот раз всё получилось по-другому, я больше ничего не пробовала. Я просто поехала с чётким решением, что я еду надолго, надолго, и это никакая не проба и не какие-то там попытки. Я очень много лет занималась маникюром, я была мастер-маникюром, потом я преподавала, потом у меня был свой салончик, я его продала, и вот приехала сюда. И так как уровень зарплат нашего маленького города оставлял желать лучшего, то мой муж поехал работать в Польшу, в город Данск. Он здесь проработал три года, и вот спустя три года, год назад, у меня созрела такая мысль в голове, чтобы уговорить его переехать сюда всей семьёй. Я включила всю свою женскую мудрость, логику, и уговорила мужа. Переехали мы сюда в феврале 2021 года, приехали мы сюда вдвоём. Мой переезд был, наверное, самым комфортным переездом, который только может быть, потому что, в принципе, я сама практически ничего не делала. Всё организовал мой муж, он нашёл квартиру. Мы приехали сюда вдвоём на нашей машине, на украинских номерах. Я узнала все тонкости и нюансы, как пересечь границу, машина-близеньки, как оплачивать, как сделать вообще выезд, и как легально здесь пребывать на машине с февральскими номерами. Он снял квартиру, и мы сюда приехали, дети наши остались дома, и спустя три месяца я приехала за ними, загрузила полностью всё, что смогла, все вещи, машина, забрала документы, забрала детей, пересекла прекрасно, без проблем границу, и мы сейчас все живём здесь. Сняли больше квартиру. Так, ну вы заметили, да, как парень сильно хотел попасть в моё видео? Иду я в другое место, перехожу, очень сильно люблю вот эти вот такие классные райончики, и продолжу рассказывать дальше. Хочу рассказать по поводу моей работы, как я приехала и как я влилась. Перед отъездом я продала свой маленький салончик в маленьком гордочке, и я ехала с чёткой целью, что я не буду работать в салоне мастером на какого-либо работодателя, что я буду арендовать место в салоне красоты и буду сразу начинать преподавать курсы, что я и делала до этого, до переезда в Украине. Я нашла арендодателя, я арендовала кабинет в салоне красоты, и полгода я преподавала курсы маникюр. Было всё очень легко и очень просто. Я с помощью таргетированной рекламы настроила свой Инстаграм и Фейсбук. Ко мне пришло очень-очень много учениц, я обучила достаточное количество людей. И в один прекрасный момент я поняла, что в принципе очень давно мечтала вообще залезать с бьюти-сферой и начать заниматься чем-то абсолютно новым и другим. Я уволилась, так сказать, закрыла это всё, продала абсолютно всё, и больше в бьюти-сфере я не имею никакого отношения. Просто имею очень много знаний и пустила их в абсолютно другое русло. Сейчас работаю онлайн. Я веду в Инстаграме марафон, видео на телефон для чайников. Я умею классно снимать видео на мобильный телефон, делать маленькие такие зарисовочки, которые помогают продвинуть свою работу в соцсетях, свою деятельность, продвинуть свои услуги, продажу какого-либо вида деятельности. И основная моя цель сейчас — развивать и масштабировать именно этот вид деятельности. Итак, друзья, ну что я могу сказать? Рискуйте, рискуйте, бросайте, переезжайте, создавайте сами свою жизнь, как хочется вам. Несмотря на всякие предрассудки, ой, уже поздно, ой, уже сколько лет, и как это всё сделать. В любом случае жизнь одна, и пробовать нужно всегда. И вообще ни секунды, ни то что не жалею, вообще не сомневаюсь в том, что я сделала правильно. И я думаю, что моим детям здесь намного комфортнее, интереснее, и рискуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!